Дорогие уважаемые зрители и мои обожаемые подписчики, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая, но вы находитесь на моем таро-терапевтическом канале Любимого ТВ. Сегодня мы с вами посмотрим, что ему нужно от отношений в действительности, что ему нужно от отношений, ну и посмотрим, какие дальнейшие шаги, какие действия, что он будет принимать. Или не готов предпринимать. Что же ему нужно на самом деле? У нас будет три варианта. Расслабьтесь, сосредоточьтесь на вашем партнере. Итак, первый вариант. Начинаем. Карта-сигнификатор вашего мужчины, молодого человека. Расслабьтесь, думайте о загаданном человеке. Итак, кто он? Каковы энергии? Дорогие, сам не показывается, но есть характеристика, свойства и черты характера. Четверка пентаклей. Человек прижимистый. Это собственник. Человек, который хочет считать деньги, но не всегда у него это получается. Или же он не умеет правильно обращаться с деньгами. То есть он может их копить и иногда не знает и не умеет, как правильно все-таки пустить их в ход, в оборот. То есть иногда дела этого человека, как бы при всем его желании к продвижению, стоят на месте. С другой стороны, человек обстоятельный. Любит счет, любит порядок. И коли он любит, или не обязательно любит, но если у него есть партнерша, то, скорее всего, он будет считать ее своей и только своей. Даже если уже разошлись, прошло время, и у женщины другая семья, другие отношения, этот человек втайне, в глубине своей души будет эту женщину как-то либо мониторить, либо все-таки очень сложно представлять ее с другим. Ну, как бы, что его уже не любят, да, вот этого данного партнера. То есть какая-то здесь ревнивая нотка или чувство собственничества присутствует. Не всегда, не во всех случаях, но мы сейчас обрисовываем все-таки общие такие характеристики основные этого человека, да. И во всяком случае, как плюс можно сказать, что он человек обстоятельный и должен быть последовательным. Но не всегда он может выбраться из своего колеса, вот где он проворачивает, да, шаг вперед, шаг вперед, шаг вперед. На самом деле он стоит просто на месте. Возможно, сейчас идут денежные затраты и большие денежные вложения, или же ему нужно накопить какие-то средства. Вот в таком ключе движется этот мужчина пока, на данный момент. Что говорить о чувствах? То пока здесь особого нет развития, мы не видим пока ни чувств особенных, да. Мы просто можем предположить, каков он в той или иной ситуации, то есть какова мобильность его и подвижность нервной системы, допустим, да. Или что там сейчас у него происходит. Ну вот так получилось на скидочку, да. Хорошо. Как же он относится к отношениям? Что вообще ему нужно от отношений? Что ему нужно? Что ему нужно от отношений на самом деле? Дорогие, у этого мужчины какой-то жизненный этап, когда начинается всё заново. Возможен переезд или уход с одной работы. Возможно, он сейчас вообще без работы. Либо же собирается в свой быт, свою комфортную жизнь начать всё заново. И причём в мыслях у него либо карьерный рост, либо какие-то страсти, когда он может перескочить через препятствия. И буквально мы видим здесь императора. То есть если этот человек задумает что-либо, то его очень тяжело свернуть с пути дорожки. Этот человек может быть женатым. Также он может иметь опыт нескольких серьёзных связей, отношений, то есть в том числе официальный брак. Возможно, он и в разводе. Но этот мужчина достаточно зрелый, взрослый, уже добившийся многого. И, кстати, он может и многое потерять. И сейчас проблема в том, что дела, которые он пытается наладить, он не готов ждать. Он прям хочет как-то с наскока это сделать. И что касается, что же ему нужно на самом деле от отношений, скорее всего, некой стабильности всё-таки. И ещё давайте посмотрим, что же ему ещё нужно от отношений. Ему очень бы хотелось всё-таки любви и счастья, но он просто не понимает, что это, как это. Скорее всего, он не может по-настоящему проявлять свои чувства. Он делает постоянно неправильный выбор. Либо он витает в облаках. И тем самым вас как-то вводят в заблуждение, либо других женщин. Не умеет чувствовать, не умеет отдавать свою любовь. Он не умеет её проявлять. У него искажённое чувство любви. Возможно, он раздаёт очень быстро, как в Wi-Fi, как в известной песне, свою любовь. Разным женщинам. И в итоге остаётся ни с чем. Очень много искушений и очень много иллюзий. Давайте ещё посмотрим. Может быть, действия, да, что здесь нам показывают. Вот тоже перевёрнутый аркан. Туз чаш и туз мечей. То есть его чувства всё время охлаждаются его головой, его интеллектом. Он постоянно думает, что хорошо, что плохо. Как правильно сказать? В нужный момент, когда нужно раскрыть сердце, да, он включает голову. И поэтому получается так, что со стороны можно даже сказать, что это бездушный человек, холодный человек. Не умеющий проявлять свои чувства, как в прямом, так вот и в переносном смысле. То есть ему проще уйти, закрыться, уехать куда-то, отстраниться. Для него отношения – это тёмная пещера с пугалками, да, со страшилками. То есть ты туда заходишь, и всё тебя заманивает. Нужно всё чётко понять, разобрать. И лучше даже уехать, убежать. Оставить всё как есть. Вполне возможно, что этот человек просто сбегает от отношений, сбегает от серьёзного разговора. Или же вы не можете этого человека пробить. Вот никак не можете, да, на откровенность. Сложно поддаётся. Давайте ещё спросим, почему же это у тебя, откуда это у тебя? Таким родился, что это вообще? Напугал, кто, может, какая-нибудь женщина тебя напугала. Почему ты так себя ведёшь? Смотрите, во-первых, у него большие ограничения. То есть здесь может быть и вредные привычки. Какие-то неправильные у него ориентиры в жизни. Неправильно он расставляет приоритеты. Либо этот человек не уверен в себе. Очень не уверен. Что ещё? Почему ты так себя ведёшь? У него, понимаете, нужно научиться отстаивать свои желания. И, знаете, он находится в процессе обучения. Такое ощущение, что всё время он пытается узнать, как правильно, что нужно сделать. И не думает сердцем. То есть он не чувствует сердцем. Он думает либо головой, либо каждую свою связь с женщинами он воспринимает, как определённый урок. И он думает, что у него всё ещё впереди. Девочки. И вот он вышёл, король жезлов. Всё впереди, всё впереди. И обучение может пойти ему впрок. Мы видим, что есть перспектива. И мужчина, кстати, он может быть, вот как я уже говорила, не единожды женат. Или выходить из каких-то не просто таких весёлых отношений на раз, на два. А прямо-таки у него могут быть серьёзные отношения. Возможно, неофициальный брак, но достаточно серьёзные. Но, вы знаете, вот здесь нет души, нет любви. И есть страсть и есть понимание, что нужно просто либо хорошо с этой женщиной делать карьеру, либо хорошо, как-то замечательно, тепло, вот так вот у огонька. Также мужчина может иметь и жену, и любовницу. И нет никакого в этом противоречия. То есть он будет стараться как-то помочь или как-то осчастливить именно своим физическим присутствием. Но мы не видим, что здесь есть любовь. Так что же для него отношения-то в конце концов? Потому что показывает прям какой-то махровый эгоизм. Что же для тебя отношения? Дорогие, это семья, когда тебя ждут. Неважно, официальная она или неофициальная. Это всё-таки желание. Вот это прям желание здесь рыцарь, жезлов и туз. Жезлов, прям у нас здесь идут тузы. Три туза подряд вышло, вот так в серединочке, четвёрка жезлов. Всё-таки это стабильность. Чувства у этого человека не в приоритете. Он не умеет их показывать, он их толком не умеет выражать. Для него отношения – это страсть. Вот пока есть желание, до той поры есть отношения. Всё, что движет его мужским началом, да, все вот эти флюиды. И будет он делать что-то, стараться вкладываться, он будет, если у него есть желание. Если женщина ему привлекательна, сексуальна. Вот так вот по темпераменту. Вот такой стиль отношений близок этому человеку. В принципе, если он что-то делает не так по-вашему, не проявляет себя, просто нужно его либо принять таким, какой он есть, хотя это очень сложно для многих. Но, по большому счёту, от него требовать чего-то большего, скорее всего, бесполезно. Он упертый, будет стоять на своём, ещё больше будет закрываться. Открывается только когда, вот видим, стабильность есть, да, и он будет знать, что вы его ждёте, например. Но просто вот как-то может вам очень многое давать при этом. Но не по части эмоций. Если вы захотите просто уткнуться и помурлыкать ему в плечо, либо в жилетку, то, скорее всего, это просто не получится. Вы знаете, здесь больше как родственная душа. Вот просто твой кармический человек и всё. Вот о нём хорошо знать и даже иногда со стороны просто абстрагироваться. Вот есть он и есть. Прислал какую-то хорошую открыточку и сумасечку, ну и хорошо. Или же, если вас устраивает всё, но вы готовы мириться с тем, что он не ласковый, либо же он не проявляет своих чувств. Хотя он может быть очень страстным и ласковым именно в своей страсти. Но не более того. Ну, то есть вы можете его просто принимать как... Иногда, кстати, бывает уже... Ну, куда его денешь, да? Как шамодан без ручки. Бывают и такие отношения уже просто. Ну, ничего от него не добиться того, чего вы желали бы для себя. Более романтического. Ну, вот так. Будут ли какие-то изменения или действия с его стороны? Это, как вы знаете, всё-таки вдруг. Ну, вдруг. Хотя человек не меняется обычно. Нет, здесь стабильность. Вот королевы Пентаклей. Стабильность. Иерафант. Какие-то традиции, да? Придерживается человек традиций. И, вы знаете, ему хорошо отдыхать, да? Чувства – это когда хороший отдых, хорошая еда, друзья, уважение. Он, кстати, может быть стабилен и в семейных отношениях. И расслабляться, и искренность вы его будете чувствовать тогда, когда будут приходить друзья, гости. Тогда вот он такое радушие может проявлять, да? И как-то это игра на публику. Причём вполне искренняя игра. Вот когда вы остаётесь вдвоём, скорее всего, он будет закрываться, да? И всё, как обычно. Принимай меня таким, какой я есть. Ну, вот так. Первые варианты. Я надеюсь, что вам информация была интересна, полезна. С кем срезонировала, пожалуйста, обращайтесь на индивидуальный приём. Контакты я оставляю под каждым видео. Карта-сигнификатор вашего мужчины. Что же ему нужно от отношений на самом деле? Какой он в любви, какой он в отношениях? Какие-то перемены будут или не будут. Посмотрим, какую информацию нам покажут сейчас наши карты. Мужчина неординарный и тот, кто приходит к решению каких-то проблем жизненных, житейских и житейских задач очень нетрадиционным, неординарным способом. Человек такой гуттаперчивый, эквилибрист буквально по жизни. То есть чаще всего, если даже ситуация зависла, вот он завис сам в своей ситуации, в какой-то своей атмосфере, идёт отток энергии. Всё равно этот человек находит или старается найти выход из любой ситуации. Старший аркан говорит о том, что сейчас у человека происходит достаточно серьёзное изменение, либо же ситуация, которая требует неординарного подхода. Требуется выйти из зависшей ситуации, либо же сейчас он специально находится в таком положении, в таком состоянии, когда ему просто это удобно, не выходить из своей зоны комфорта. Вот он избрал для себя такую тактику, такой вариант поведения. Да, ему сложно. И тем не менее, вот тут видим, да, что и денежки падают, сыпятся, и энергетика уходит, энергия этого человека, она уходит просто в обратном направлении. Но ему так хорошо. Ну, главное, чтобы ему было хорошо, да. Давайте посмотрим, что же для него всё-таки отношения. Что это для него означает? Это и стабильность, и всё-таки это чувство. И этот человек не будет находиться рядом с женщиной, которая не будет его устраивать по разным параметрам. Если у этого человека не лежит душа и не лежит сердце, скорее всего, он уйдёт и бросит всё, уйдёт на поиски новой любви, новых отношений, и так, чтобы сердце для него клокотало. Этот мужчина должен чувствовать стабильность, он должен чувствовать любовь, он должен чувствовать заботу о нём. Но это не говорит, что он сам будет заботиться. Во-первых, он хочет чувствовать, и он хочет, чтобы его любили. Сам же он может играть на дудочке, очень долгую песню вам петь, да, как-то тянуть время, выискивая для себя наиболее выгодный вариант. И если ему что-то не нравится, пока ему выгодно и удобно, он будет с вами. Но как только он найдёт более интересную перспективу, более стабильную, более тёплую, он может уйти без объяснений. Но часто бывает так, что уйдя, он уходит, по большому счёту, в никуда. Этот человек, на самом деле, не умеет продумывать. Ему нужна стабильность, ему нужны улучшения. Но иногда он может уйти, просто потеряв, на самом деле очень многое, потеряв свою стабильность, вот он уходит, да, и ничего на самом деле он не приобретает, а становится только хуже. Давайте ещё посмотрим, что же для него отношения. Что на самом деле он хочет от отношений? Что это для него? Вот опять мы видим повешенное, вы видите? Нестабильная ситуация, завешившая ситуация, и в том числе не даёт этому человеку как-то продвигаться. Он должен выйти из какой-то сложной ситуации или то, что для себя. Вот видите, четвёрка мечей. Он не может выйти, десятка жезлов. Вы знаете, для него, в принципе, отношения вот сейчас показывают, как какая-то тяжесть. Просто тяжесть и бремя. Он хочет идти налегке, и ощущение, что он хочет, чтобы его постоянно поднимали, чтобы его энергию как-то подпитывали его. То есть он может запросто вампирить. Видите, мы видим, четвёрка мечей, человек лежит, ничего не хочет делать, устал. Устал шашкой махать. Всё. Отдых нужен. Отваляться надо, ему отоспаться. Опять пресловутая ситуация, когда человек просто зависит. Ситуация не хочет выходить из зоны комфорта. Так, ну и что, какие ещё, может быть, действия, изменения или перемены? Что ещё может быть? Опять четвёрка мечей. Вот оно, усиление идёт. Видите, здесь четвёрка, и здесь четвёрка мечей. То есть тут конкретный энергетический спад, эмоциональный, может быть, тоже интеллектуальный спад. Когда человек не делает каких-то шагов, ну смотрите, что и десятка жезлов повторяется. Вот смотрите, абсолютный повтор идёт. Вот десятка жезлов, и вот десятка жезлов. Четвёрка мечей, и вот четвёрка мечей. То есть даже перспективу пока на этого человека смотреть просто нет смысла. Он завис в своих проблемах или в своей лени, не хочет ничего действовать, не хочет ничего точнее предпринимать, не хочет он действовать. Мы видим, что нам показывают рыцаря мечей. Это человек, который должен активно, у него должен мозг хорошо работать, и он должен принимать быстрые решения. Он должен переобуваться быстро, говоря сленговым языком. То есть он должен чувствовать по направлению ветра. Куда ветер, туда и я. Кстати, это что-то мне на флюгер очень это, флюгер напомнила, что он такой должен, но во всём случае он должен как-то шевелиться и что-то делать. А он постоянно, вот эта зона комфорта, так называемая, и лень, или же он действительно на данный момент просто показывает, что человек, или он вообще такой. Скорее всего, который лелеет и пестует своё чувство комфорта. Для него дискомфорт – это выйти и начать что-то делать. Поэтому здесь вообще об отношениях говорить и не приходится. То есть здесь, девочки, скорее всего, от вас зависит от того, как вы этого мужчину принимаете, что вы делаете. То есть тут больше заинтересованность вообще. Это ваша идёт. Почему ты так поступаешь, что это врождённое, приобретённое? Девочки, во-первых, у него что-то с нервной системой. Что-то у него есть какая-то. Знаете, он не может долго быть активным. Он быстро утомляется, устает, очень много страхов, фобий и очень много проблем, с которыми он не желает справляться или не приучен справляться. Слабая сила воли. Ну, практически этой силы воли – это верховный жрец, мы видим, перевёрнутый. То есть тут и надо обращаться, восстанавливать себя, помощь высших сил. Но что-то нужно делать, защищать свои интересы ему нужно, как-то становиться более активным. Но человека же не переделаешь. Давайте посмотрим, будет всё-таки он меняться как-то или нет. Королева Кубков. Четвёрка Пентакли. Девочки, нет. Скорее всего, на ближайшее время он точно меняться не будет. Возможно, через какое-то время он почувствует себя в ударе, на коне. Но до этого пройдёт очень много времени, где он будет просто-напросто вот в этой своей, что там у него, пещера, подвешенное состояние. И будет, кстати, очень часто, возможно, будет говорить, что меня никто не любит, никто не понимает. Все женщины стервы. То есть у него идёт какая-то то ли неприязнь, то ли обида на женщину, на королеву Кубков. Девочки, кто это? Вы или кто-то другая. Но опять же, это не повод для того, чтобы кукситься, грустить и лелеять свою лень, холить и лелеять, своё бездействие. Тройка Кубков. Ну, возможно, девочки возлияния какие-то здесь тоже имеют место. Возможно, слабость характера из-за неких искушений, вредных привычек. Аркан вышел просто перевёрнутый изначально. То есть здесь идёт вместо радости и счастья и коллективной сплочённости, какой-то радости, идёт всё наоборот. То есть человек может заниматься возлияниями как-то... То есть мы здесь видим негативную характеристику. Так что то, что ему нужно от отношений, я думаю, второй вариант вы... Информация вам была интересна, полезна, да? Всё-таки... Просто сейчас один арканчик для вас ещё достану. Девочки, ну, вот видите, что здесь аркан, дьявол. То есть здесь нижний астрал, всё-таки низкие вибрации могут, и человек может быть искушаем очень сильно, зависим, созависимость также может быть, неправильные приоритеты построения отношений, очень такое, прям на нервах, либо со скандалами, с претензиями, да? И уйти не может толком, и вас в покое оставить не может, если это бывшие, или отношения непонятные, то вяло текущие, то вообще никакие, да? То опять всё восстанавливается, но всё равно здесь нет радости, и здесь нет какого-то позитива. Есть только, видимо, вот как всплески идут, да вроде кажется, что всё хорошо, и потом опять всё по новой. Ну, видите, по тому, что зависшая ситуация, и сам, в общем, ну, дорогие, я надеюсь, что вам информация была интересна и полезна, вы с удовольствием ставите лайки и подписывайтесь, с кем срезонировала, пожалуйста, обращайтесь, если вы хотите для себя индивидуально ещё что-то узнать, уточнить, контактные данные я оставляю под каждым видео. Итак, третий вариант. Третий вариант. Карта-сигнификатор вашего мужчины. Что же он хочет от отношений? Что же он хочет от отношений? Что для него отношения? Итак. Дорогие, ваш мужчина. Вы знаете, у него очень много энергии, и энергии мягкой, женственной, но при чём нам вышла императрица, перевёрнутое состояние, то, знаете, скорее всего, он очень хочет быть императором, но он очень чувствителен, этот мужчина, старший аркан. Это задача, которую он должен для себя решать. Возможно, это эмпатия. Он понимает женщин, как в том фильме, что хотят женщины. Он симпатяшка, обаяшка, любимец девочки, и девушек, и женщин, любимец дамской публики. Его могут прям холить и лелеять, как говорится, потому что он такой обаятельный обаятельный и привлекательный. И знает, знаете, он знает себе цену, кстати, этот мужчина, но, возможно, симпатичный, очень симпатичный, очень привлекательный внешне. Хорошо. Он очень может вот так входить в доверие, да, чтобы, кажется, что он прям понимает вас. Девочки, что же ему нужно? И вот здесь старшие арканы, причём очень хорошие арканы. Мужчине нужна любимая женщина, но женщина, которая будет активна, страстна, темпераментна, уверенная в себе. Ему отношения – это… Здесь есть любовь, да? Есть. Но женщина должна быть сама по себе значима. К ней хочется, вот ему, допустим, ему желательно, чтобы ему хотелось эту женщину, что он должен стремиться просто на эти флюиды, прямо вот королеву жезлов, да, показали. Четырнадцатый аркан. Здесь ангел-хранитель. То есть тут мужчина, скорее всего, очень он умеренно относится и гармоничный очень, да. Любит гармонию, отношения для него – это гармония, прежде всего, это баланс. И это его мир. Это тот мир, который можно разделить с любимой женщиной. Любовь и отношения для него в принципе всё. Это его образ жизни, это его мышление, это его миропонимание. Просто если человек не будет с ним схож, вот как бы не будет слияния, вот просто что, вторая половина практически, да, то это уже не отношения. Что ещё он хочет от отношений? Ой, дорогие королевы Пентакли. То есть здесь ещё выходит женщина, которая такая забота, заботушка, да, и двойка Пентакли. Ох ты, смотрите-ка. Вы знаете, он любит и хочет постоянства, стабильности, и женщину он хочет любящую, но понятливую, заботливую, которая может маневрировать, выходить как бы в любых сложных ситуациях. Она будет не просто ждать, она будет готова и встретить, и накормить, и напоить. То есть здесь женщина-хранительница, очага. Он чётко представляет себе женщину, причём характеристика не одна, а такой смесь, как бы, да, микс и страсти, и хозяюшки. Хозяйка дома, заботливая женщина, сознательная вообще, которую легко понять, очень легко понять. Здесь никаких подводных течений, никаких подводных страстей. В принципе, всё, что есть отношения, то есть это принятие своей, любимой, как самого себя, и достаток, и чтобы с этой женщиной, чтобы она ещё была подругой и соратницей. Да? То есть без излишних эмоций и прочее. Так, и ещё, дорогие, вот что дальше в поступках? Смотрите, ну, во-первых, здесь мужчина, понимаете, должна быть загадка, должна быть тайна. Нам показывают жрицу, и показывают семёрку чаш, то есть вполне возможно, что он будет как-то себе фантазировать, а то он очень, такое ощущение, что он какой-то такой лёгкий, взлётный, он действительно понимает женщину, и у него есть всё-таки энергия мужская, но с лёгкостью, это может быть творческий человек, очень творческий человек такой, на подъёме. Иногда он может фантазировать себе что-то, придумывать, да, а иногда вот его эти представления, они сбываются. То есть он также может воспринимать женщину как мистическое создание, да, со всеми её духовными изысканиями, магическими, эзотерическими, кстати, тоже. Ну, то есть он верит во вселенский разум или во что-то инфернальное, или во что-то вообще, в магию и прочее, прочее. То есть и женщина для него – это загадка. Очень важно не вступать в сложные, в тяжёлые конфликты. Вот это может быть причиной разрушения отношений, причём очень сильно нельзя эго мужское этого мужчины как бы задевать. Нельзя его унижать, нельзя с ним особо спорить. То есть всё-таки иногда у него такая трепетная натура, да, творческая натура этого мужчину. Ну, как-то в словах нужно быть с ним очень осторожнее. Королева жезлов, хорошо, там королеву мечей не показали, да, женщина темпераментная, но всё-таки выбирающая слова и выражения, да. То есть для этого мужчины очень важен хороший тон, уважительные отношения и не любит споров и конфликтов. Если вы немножко поактивнее, у вас больше энергии мужской, то этого мужчину давить своей энергией, но нельзя подавлять, нельзя, он будет вырываться. И ещё, в принципе, здесь очень даже и неплохо, девочки, но здесь Арканзий, справедливость, да, это и кармические отношения, и здесь должен быть баланс, обязательно должен быть баланс. так же, как мы видим, здесь у нас вот ангел-хранитель, да, умеренность, и так же карта гармонии, карта справедливости, когда требуется просто всё, как на чаше веса. Прежде чем что-то резкие движения, какие-то делать, подумайте, да, что может быть перевес, просто будет разбалансировка, и, опять же, это очень сильно повлияет на ваши отношения. Гармония, баланс, вот что нужно этому человеку, причём десятка пентаклей, это семья. Дорогие, здесь не приемлет, вот если развод, человек, в принципе, настроен, знаете, как, всё-таки один раз и на всю жизнь, ну, естественно, реалии нам говорят об обратном, мужчина этот может быть и в разводе, и получить уже опыт, и, в принципе, он борется с искушениями. Возможно, он уходил уже, да, из семьи, и теперь он очень осторожно относится, да, к своим отношениям последующим. Да, здесь видим королева мечей перевернутая, поэтому для вас, давайте ещё просто для вас рекомендацию возьмём. Девочки, Луна, Луна, всё-таки это женские энергии, да, здесь очень может мужчина, знаете, как, очень тонко реагировать, тонкая, подвижная нервная система, да, может быть, действительно человек творческий, иногда он может просто загоняться, и как-то вы можете его не понимать, и есть периоды, когда он сам себя не понимает, он просто, вот видите, мужчина смотрит на Луну, и рядом сидит женщина, у неё кубок, по-моему, в руках, вот, мечи и жезлы куда-то сложены, да, то есть тут выступают чувства, и очень такая подвижность, чуткая реакция на всё тайное, непонятное, да, на то, как действует Луна, а также может и меняться настроение вашего мужчины, то есть он также нуждается в том, чтобы понимали его, лишний раз не трогали, чувствовали его настроение. Ну вот так, дорогие. Третий вариант, и я желаю вам взаимности, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписался, у кого резонирует, и кто хочет узнать ситуацию индивидуально для себя, или задать другие вопросы, пожалуйста, записывайтесь на индивидуальный приём, контактные данные я оставляю под каждым видео. Ну что, дорогие, спасибо всем за просмотр, большой всем любви и взаимной любви. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok